Уважаемые коллеги, я вам хочу представить отчет о нашей с вами работы на прошедший год. Хочу буквально о структуре городского совета лишь только напомнить. Можно начинать, что мы приступили к работе 26 сентября 2020 года, состоялась первая сессия. Состоит наш городской совет, который вы знаете из 20 депутатов, из промок сроков на 5 лет. Хочу напомнить вам, что из всего состава 11 депутатов получили мандат впервые. И также хочу напомнить о том, что 19 депутатов из 20 работают на непостоянной основе. То есть они являются общественниками и не получают заработную плату. У нас в городском совете работают 5 постоянных комиссий. Осуществляют свою деятельность депутатские объединения «Единая Россия», «КПРФ» и «КРУДПР». На слайде вы видите места в депутатском корпусе, по партийной принадлежности, каким образом распределились. У нас за отчетный период состав городского совета по собственному желанию покинул один депутат, избранный по одномандатному округу номер 2. И 17 декабря 2023 года в городе Назарова прошли дополнительные выборы депутата по данному округу номер 2. И у нас присоединился к нам, продержал победу, получил мандат. Виктор Станча Тубана, который уже с декабря вместе с нами вместе работает. Ну и далее, значит, говоря об количественном изменении по партийной принадлежности, у нас ничего не изменилось. То есть «Единая Россия» состав — это 17 депутатов, КПРФ — это 2 депутата и ЛДПР — 1 представитель этой партии, 1 депутат. В отчетном периоде городским советом была проведена работа по совершенствованию нормативной классы и приведению ее в соответствие с федеральными и краевым законодательством. Мы с вами пересматривали некоторые решения, принимали новые насильные изменения. И таким образом за 2023 год мы с вами приняли 53 решения, отнесенных к компетенции Совета депутатов. Хочу отметить, что все правовые акты, принятые Назаровским городским советом, располагаются и размещены на официальном интернет-портале администрации города Назарова, Назаровоград. В течение 2023 года мы уделяли особое внимание, конечно же, это внесение изменений в устав, как нашему основному документу территории, и вносились изменения в мае месяце 2023 года. Также важным основным решением — это принятие бюджета, конечно же, двух челях мы с вами приняли бюджетных в 2024 год и плановые приемы. Кроме этого, рассматривали и утверждали правила землепользования и застройки города Назарова. Принятие этих решений всегда предшествовало обсуждение не только на комиссиях, но и на публичных слушаниях. Кроме этого, для рассмотрения и принятия какого-то предварительного решения мы с вами собирались и работали, на постоянных комиссиях, рабочих совещаниях и встречах. Кроме этого, в течение года были внесены изменения в регламент Назаровского городского совета, также в правила благоустройства города Назарова, ну и, естественно, в прогнозный план приватизации мы не единожды вносили извинения за текущий период. Большой объем принятия нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда работников муниципальных, бюджетных и косинных учреждений. Ну, таким важным аспектом, на мой взгляд, правотворческой деятельности Совета за 2023 год было это принятие нормативных актов, которые направлены на повышение активности граждан, вообще развитие институтов гражданского общества, а также форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. Это я сейчас говорю о порядке назначения и проведении опроса граждан на территории города Назарова, а также мы с вами приняли нормативно-правовый акт, внесли в него изменения. Это порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов, внесения инициативных проектов в городе Назарова. Кроме этого, считаю, что социально значимым было принятие решения о внесении изменений, решения об утверждении порядка назначения перерасчета размера и выплаты пенсии за высоту лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городе Назарова. Кроме этого, конечно же, были и другие нормативно-правовые акты, которые затрагивали различные сферы жизни города. Такими решениями были корректировки бюджета. В течение года их было шесть. В результате корректировок увеличились параметры бюджета по доходам на 21% и по расходам из малого на 25%. Помните, что мы по проблемным вопросам, которые не входили в бюджет 2023 года, составляли перечень приоритетных расходов. Он был составлен по 12 муниципальным программам на более 83 миллионов рублей, которые нужно было в течение 2023 года решать. Что же получилось по итогу? По итогу исполнения бюджета 2023 года нам удалось выполнить мероприятие 9 программ на сумму почти 11 миллионов, 10 900. И здесь отмечаю, что невыполненные мероприятия вошли в перечень 2024 года. Здесь депутаты на работе комиссии отмечали и на отчете главы города о том, что, конечно же, такое пополнение бюджета в течение года, рост нашего бюджета, он, конечно же, говорил о том, что администрация города, глава города достаточно много работали для того, чтобы привлечь дополнительные средства в наш бюджет. Ну и далее, в течение года, вернее, на эти месяцы, октябрь-ноябрь, мы очень с вами много работали с предстоящим бюджетом на 2024 годы, плановые периоды, обсуждение бюджета, началось рассмотрение прогноза социально-экономического развития. Мы с вами в ходе обсуждения прогноза отметили, что в реальном секторе экономики города, согласно прогнозу представленного, ожидается в периоде 2024-2026 годов увеличение оборота коммерческой деятельности на крупных и средних предприятиях ежегодно в среднем на 6%, а также объем инвестиций в перспективе 2024-2026 годы по крупным и средним предприятиям увеличится в 4 раза. Крупнейшим проектом на территории города в ближайшие годы станет проект по строительству рабсового завода общей стоимостью более 6 млрд рублей. Реализация комплекса мер по поддержке предпринимательства позволит обеспечить ожидаемый рост количества субъектов РФСП. Также, по мнению депутатов, в ходе работы комиссии мы отметили, что хотя в прогнозе и отмечен рост трудоспособного населения в 2026 году на 3,7%, а также увеличение численности занятых в экономике на 3,3%. При этом показатель уровня регистрированной безработицы планируется такой очень минимальный, и в 2023 году он был минимальным, всего 0,5%. Все же снижение показателя численности постоянного населения в 2026 году на 3,5% это, по мнению депутатов, очень тревожный показатель. Мы с вами внесли предложение администрации города проанализировать демографическую ситуацию, выявить причины, факторы снижения численности постоянного населения и подготовить дорожную карту по выравниванию демографии в городе. И это планы 2024 года. Ну и далее мы с вами согласовали муниципальные программы в ходе обсуждений, рассматривали, предлагали, уточняли и приняли в бюджет на 2024 год. На заседаниях постоянных комиссий мы рассмотрели буквально детально всю структуру бюджета, при этом целевые показатели рассматривали 17 муниципальных программ, ну и, естественно, финансирование, заложенное в этих 17 муниципальных программах. Хочу отметить, что доходная часть бюджета города на 2024 год у нас, вернее, напоминаю, утверждена в сумме 1 миллиард 727 миллионов. При этом собственные доходы составляют 31% от общей суммы и по сравнению с 2023 годом собственные доходы планируются с увеличением на 6,5%. Расходная часть у нас с вами в бюджете, это сформировано в программном виде, где на реализацию предусмотрена бюджета, та сумма, которую я назвала, и 16 программ, это финансово наполненные, и одна у нас программа без финансовая на 2024 год. По мнению депутата, очень важным является то, что в расходах бюджета городского округа на 2024 год учтены обязательства на индексацию расходов на 5% на оплату коммунальных услуг, на приобретение продуктов для организации питания в образовательных учреждениях, на проведение работ углового устройства территории города и содержанию общественных пространств. Также увеличение расходов на реализацию решений об изменении механизмов начисления пенсии за выслугу лет в муниципальном служище. Ну, тот нормативный акт, который мы приняли с вами, и расходы по данному нормативному акту предусмотрены в бюджете 2024 года. А также увеличение заработной платы всех работников бюджетной сферы с 1 января посредством предоставления ежемесячной выплаты в размере 3000 рублей. Ну и в целом, по оценке депутатов, бюджет 2024 года, он социально ориентирован. Основное направление расходов в социальной сфере обеспечения жильем. Это 88% программных расходов. И отличается рост по таким отраслям, как образование, культура, физическая культура в сравнении с предыдущим бюджетом. Безусловно, общая сумма расходов по муниципальным программам увеличится по мере отражения в них средств федерального и краевых бюджетов, в том числе на реализацию нацпроектов. Мы с вами уже в течение 2024 года провели корректировку, и мы видим, что действительно увеличиваются средства по отношению к изначально утвержденному бюджету. В работе над бюджетом 2024 года депутаты уделили пристальное внимание вопросу, касающемуся устранению замечаний, поступивших при рассмотрении муниципальных программ, учета замечаний прокурора и контрольно-счетной палаты. Как я уже говорила, что мы уже традиционно при принятии бюджета утверждаем перечень приоритетных мероприятий. И в этом году также мы с вами утвердили перечень приоритетов, но он у нас с вами становится пока что больше, в связи с тем, что в 2023 году мы не все мероприятия выполнили, поэтому перечень этот достаточно у нас весомый стал. Вопросы управления и распоряжения муниципальной собственностью. В решении данных вопросов, отнесенных к компетенциям городского совета, мы также принимали нормативно-правовые акты о дополнительном основании признания безнадежным экзассканию и недоимке задолженности по пеням и штрафам по местным налогам. Также вносили изменения в положение в арендное платье на землю, на территории города Назарова. Вопрос утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов мы рассматривали с вами на постоянной комиссии дважды. Мы обсуждали в соответствии с заявлением, которое поступило, возможность размещения торговых павильонов в парке Радового детства на аллее Шевчерской Славы и по улице Аргузова в районе дома 96, в которых планировал предприниматель оказывать услуги общественного питания. Вопрос в том, что в ходе обсуждения у нас возникло тогда очень много вопросов. Мы говорили о том, насколько это будет востребовано, каким образом будут соблюдаться санитарные нормы, как это будет выглядеть со стороны архитектурного облика города в целом. Мы с вами для уточнения и рассматривались, спасибо второй раз, этот вопрос приглашали предпринимателя, просили его ответить на вопросы, пытались выяснить, но тем не менее приняли решение не вносить изменения в схему размещения НТО. При этом рекомендовали отделу градостроительства администрации города разработать, определить некую концепцию установки павильонов, встретиться с предпринимателями и предложить альтернативные места для установки НТО, а может быть и строительства объекта. В рамках изуществления функции контроля Совет рассматривал вопросы ежеквартально, мы рассматривали выполнение прогнозного плана приватизации. Отмечу, что по итогам 2023 года состоялась продажа всего лишь одного объекта, мы сейчас только говорили, тоже муниципальной собственности. На контроле у нас были реализации муниципальных программ и также согласование программ на Новый год 2024. При согласовании муниципальной программы развития и поддержки садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории города Назарова, это у нас программа с вами очень молодая, мы ее только-только начинаем реализовывать. депутаты предложили мероприятия, касающиеся подсыпки, дорог, редирования, субсидирования садовых автобусных маршрутов, вопросов пожарной безопасности, перенести из программы ЖКХ, где она изначально была, вот эту новую программу, чтобы она тоже была не нулевой, а была наполнена денежными средствами, и уже люди, которые, жители города, видели о том, что программные вот такие решения, и они обеспечены финансами. Депутаты рассматривали информацию о сносе аварийных и разрушенных домов, расселенных еще несколько лет назад, которые бесспорно портят внешний облик наших городских улиц. Говорили мы об использовании земельных участков, уточняли, какое же все-таки решение было принято по первому этажу здания по улице 1, 2, 8, 6. К этому вопросу мы возвращались буквально практически на каждом заседании. Мы интересовались и уточняли, что же будет с перспективами участка, расположенного на территории Радуга детства, и участка по улице Школьная, где располагалась бывшая баня, но мы видим, что сегодня вопрос с этим участком решен, и там некоторые движения начались. Участки с заброшенными зданиями по улице Полиграфистов или от других, пока этот вопрос у нас не решен. Депутаты неоднократно поднимали вопрос о ликвидации свалок, расположенных на месте сноса домов. И по такому настойчивому обсуждению этого вопроса в бюджет 2024 года предусмотрено 400 тысяч рублей. И мы с вами также рассматривали о том, что и в приоритетное направление тоже надо включать финансовые какие-то расчеты по ликвидации свалок. Рассматривали отчеты о деятельности отделов по собственности землепользования, а также выполнение плана проведения обследования объектов и использования земельных участков. Нам, депутатам, была представлена информация о ремонте муниципального жилья, которое состоялось только в достаточном 2023 году масштабное и очень весомое. На заседании постоянной комиссии по собственности в 2023 году мы поднимали с вами вопрос о работе экологического совета города и об исполнении комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Здесь администрация города нам представила информацию, что план не утвержден и не реализуется по причине отсутствия данных на Заровский адрес о мероприятиях по снижению выбросов. Напоминаю, это было в начале 2023 года. Депутаты рекомендовали администрации города тогда провести работу, конечно же, согласились, работа такая была проведена и на сегодняшний день, на текущий момент, на Заровский адрес представила план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ. Но там, надо сказать, в этом плане мероприятия не только отражена, это направление деятельности. Там еще и другие вопросы. И такой план представили в начале января. В ходе обсуждения данного вопроса мы с вами говорили неоднократно о необходимости мониторинга воздуха в городе Назарово, об обновлении подвижного состава пассажирского транспорта, ведение учета зеленых насаждений и ведение планового компенсационных посадок. Также мы с вами обращали внимание на кронирование, которое производилось в течение 2023 года. Обращали пристальное внимание на отсутствие специалиста-эколога в структуре администрации. На сегодняшний день город включен в мероприятие государственной программы Красноярского края, которая называется охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов по мониторингу окружающей среды в целях прогнозирования неблагоприятных метеорологических условий. И в конце 2023 года Назарово заработал пост наблюдения за качеством воздуха. Кроме этого установлен перечень предприятий, которые при введении в городе режима МЛО, такие дни у нас есть, мы о них знаем, эти предприятия указаны в перечне, обязаны снижать выбросы. Ну и конечно в 2024 году необходимо депутатскому корпусу совместно с администрацией города все-таки продолжить работу, поскольку теперь от Назаровской грязи все поступило, то, что нам не хватало для утверждения комплексного плана. Ну и продолжать работу в той части, что нам все-таки нужно инициативно выходить на то, чтобы мы оказались в программе, не только в программе по охране окружающей среды и мониторингу, но и в программе чистый воздух, пока наш город там не включен. Кроме этого депутаты совместно с членами экологического совета и специалистами Министерства экологии принимали участие в весном заседании, связанном с проведением озеленения территории города и улучшения экологического состояния. Специалисты на тот момент предложили методические рекомендации по учету зеленых насаждений, введения компенсационных посадок и кронирования. Однако к выполнению данных рекомендаций администрация города в 2023 году не приступила. Депутаты указали на необходимость при разработке технического задания учитывать полученные рекомендации. Хочу отметить, что в техническом задании на выполнение работ по озеленению и кронированию в 2024 году методические рекомендации учтены. С началом реализации работ, мероприятий, контракта депутатский корпус планирует посетить эти места выполнения работы и посмотреть, каким образом эти рекомендации учитываются. Александр Владимирович, вы же говорили, чтобы вы учли. Да, я помню. Напоминаю. Жизнеобеспечение жителей города – это следующий аспект, который хотелось бы рассмотреть. Ну, здесь, конечно же, последние годы, последние два года в городе отмечается широкомасштабная работа по ремонту дорог. И депутатский корпус по ремонту уличной дорожной сети, начиная с 2022 года и в 2023 году, сначала очень бурно обсуждает мероприятия по ремонту уличной дорожной сети. И совместно с администрацией, конечно же, мы учитываем те обращения жителей, которые поступают к нам. Мы совместно с администрацией выезжали на обследование таких участков. Хочу отметить депутата по пятому опыту Александру Чубкину, которая все время неустанно обращает внимание, ой, здесь по шестому, на улицу школьную. И Николай Николаевич Ефименко, ремонт улицы Южная, Татьяна Викторовна Волхонская, просто улицей Красноармейской буквально всех, вот, каждый-каждый момент использовала для того, чтобы донести необходимости. И оно и так было понятно, что первоочередной эта улица тоже должна была попасть в этот список. Ну и много другое. Юрий Геннадьевич, Девенец, дорога в поселок Южный, Евгений Петрович тоже по тридцатке. Необходимо было ремонт и про район Нахаловки, Лебяжья, вокзальная. Ну то есть все депутаты буквально боролись за те участки, которые, на их взгляд, нужно было включить первоначально в план проведения этих работ. По итогу обсуждения мы вот все договорились, включили в план. В дальнейшем при проведении работ депутаты неоднократно выезжали с контрольными мероприятиями, смотрели за ходом в выполнение работ. Ну и потом, затем участвовали в работе комиссии по приемке дорог. Следует отметить, что в летний период 2023 года был выполнен большой объем работ по ремонту дорог. Это почти 11 километров 10907. Из запланированного перечня, о котором мы так очень долго обсуждали, у нас выполнено было все, кроме участка по улице Школьной и дорога в микрорайон Заречный. Эти участки вошли в перспективный план на 2024-2025 годы. Здесь мы хотим отметить высокие темпы и качество работы, а также пристальный личный контроль главы города. В 2023 году, кроме этого, продолжилось обустройство участков уличной дорожной сети в музее образовательных организаций. Мы считаем, что это очень-очень важно, обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений на 3,5 миллиона. Выполнены работы вблизи школ 9-14-1-2. В конце 2023 года депутаты согласовали перечень ремонта работ уже на 2024 год. Я так думаю, что Владимир Владимирович в этом году все будет гораздо в большем темпе. Я имею в виду, что до 1 апреля поставлена задача завершить торги и здесь, я думаю, что будет уже немного не как в предыдущие годы. В 2023 году мы возвращались не раз к обсуждению вопроса о проведении капитального ремонта многоквартирных домах. Здесь мы с вами уточняли, смотрели, бывали на этих домах, где осуществляются ремонтные работы. Важно, что было здесь. Это сроки окончания работ, ну и качество работ. Сейчас немного о них скажу. Хочу напомнить, что мы, депутат Молкунская Татьяна Викторовна, поднимала вопрос о том, что сроки работ в промышленном узле мы планировали перенести. У нас этот дом стоял на 31-й год, и тогда Александр Владимирович, мы обратились, и сроки были перенесены на более сюда ближние. Конечно же, проблемные вопросы были, это о качестве выполнения работ по замене кровли в домах по улице 30 Е, 2 СМ, дома 31-33, а также по улице Агудова-102. Мы встречались с жителями, представителями управляющей компании. Ну что, Александра Владимировича здесь буквально в Италии на комиссиях, и тогда он нам давал обещание, что не подпишет акты работ о том, что если пока жильцы не будут удовлетворены тем возмещением, теми работами, либо денежными средствами, которые выплатят. Ну вот на сегодняшний день с жителями какая ситуация, что, ну она достаточно разная. Часть жильцов все-таки согласились, заключили мировое соглашение и получили денежную компенсацию. У некоторых жильцов, по-квартирному мы их знаем, мы вот с Александром Владимировичем беседовали об этом, есть разногласия, что-то находится в суде, что-то еще вот вопрос по этому 33-му дому, к сожалению, вот еще в таком состоянии. Надо сказать, что Александр Владимирович держал слово и не подписал в доме. Часть документов, которые касались этого дома. При рассмотрении вопроса о готовности города по Катерпитину на сезону, депутаты обсуждали информацию, представленную, и отметили, что средства, которые Назаровская Агресс получает от предоставляемых услуг в разы больше, чем они вкладывают в ремонт инженерных сетей и оборудования. И зачастую ремонтная работа чаще всего проводится на одних и тех же участках. Депутаты внесли предложение о проведении работы с руководством Назаровской Агресс по инициированию увеличения ремонта инженерных сетей. Ну, то есть мы просили, Владимир Анатольевич, вас поработайте как-нибудь, чтобы этот вопрос был решен положительно. И в этом году отмечаем мы, что работа такая состоялась и значительно увеличили объемы ремонтных работ на сетях в предстоящий сезон. В 2022 году мы с вами, помните, поднимали вопрос о восстановлении и благоустройстве территорий по завершению ремонтных работ на сетях. И тогда, еще в 2022 году рекомендовали администрации города о том, что нужно этот контроль усилить, изменить. Внесли некоторое предложение. В 2023 году на заседании постоянной комиссии мы дважды рассматривали эту информацию о выполнении благоустройства. что мы отметили при этой работе, что представляли нам информацию, в которой видели, что разрешений было выдано много в течение года. В восстановленных участках гораздо меньше. Ну и в основном везде преобладает первичное благоустройство. А график восстановления с весьма такими отдаленными сроками. Мы с вами тогда предложили принять меры, представлять претензии в случае срыва сроков проведения работ. Предложили нам направить график. Такой график нам был направлен. И в дальнейшем, согласно этого графику, сейчас наступит весна, у нас там помечены те объекты, те территории в городе, где в 2020 году мы с вами продолжим контролировать ход выполнения благоустройственных работ. Настойчиво очень депутаты обсуждали вопрос о запуске аутентизированной информационной системы создания и использования цифрового архива. Благодаря этой такой настойчивости депутатов система заработала. Сначала это был тестовый режим на маршруте номер два, затем это стал режим такой, скажем, штатный. Мы видели о том, что объявление было, что могут пользоваться. Ну вот сейчас в течение этого периода весеннего можно. Есть там нюансы, которые связаны с работой этой системы. Сейчас буквально на ближайших комиссиях мы рассматриваем в плане комиссии этот вопрос стоит, каким образом она, эта система функционирует. Кроме этого депутаты настоятельно просили об установке остановочных павильонов. Это на улице Ульяны Громовой. И о том, что остановочные павильоны у нас, ну как показывают, при каких-то усиленных витрах стихийных весов не удерживают. О необходимости укреплять конструкции. Кроме этого мы предложили разработать программное мероприятие по замене электропроводов по водам, по участкам, чтобы это все не носило стихийный характер. Я сейчас говорю о том, что в период витрах не только остановки улетают, но и пропадает свет. И причиной тому незамененные электропровода. Предложили разработать программу. Также приоритеты, приоритеты в направлениях расходования средств. Мы предложили включить водопроводные сети, колонку водоразборную установить по улице Чапаева. Про переселение граждан. Также этот вопрос мы с вами рассматривали на комиссии, держали его на контроле. Вообще реализация программы на территории города решена. Однако у нас остается не выплачено возмещение за утраченное жилое помещение на 4 квартиры. И по нежилым помещениям по двум собственникам. Судебные приказы уже вступили в силу, остальные еще идут в судебное заседание. Мы с вами очень внимательно относились к рассмотрению и реализации всех проектов благоустройства. В 23-м году это был проект по благоустройству Олени Мурашова, улице Карла Маркса. Много встречались, выходили на объекты, задавали вопросы, уточняли. Ну и конечно же и на этапе обсуждения, и на этапе работы, в завершении депутаты принимали самое активное участие. Комплексный план Владимир Рудольфович предложил, что в городе Назарова необходимо разработать комплексный план благоустройства. Депутаты поддержали. Мы обратили внимание тогда и нам его представили. Мы рассмотрели этот комплексный план, увидели, что некоторые территории города не были обозначены в нем, такие как Бор, Строитель. Но тогда нам сказали, что в 24-м году в поселке Бор будут работы, и они действительно в 2024 году улице Ленина будет проводиться на ней благоустройство. Здесь же мы при обсуждении участков благоустройства города говорили о том, что хорошо бы, кроме средств бюджетных, собственных средств, привлекать социальное партнерство. У администрации города это получается. Мы видим на примере улицы, которые улица Тридцатка, улица Революционная. То есть получается привлекать активных жителей, предпринимателей принимать участие в благоустройстве города. Но также настойчиво депутаты всегда предлагали рассмотреть механизм инициативного бюджетирования, за счет которого можно было бы в городе поддерживать те инициативные проекты и улучшать, так сказать, благоустройство города и решать проблемы, которые у нас достаточно много. И в 2023 году мы приняли НПА, и в начале 2024 года мы с тремя проектами заявились о инициативном бюджетировании. Согласно нормативных документах у нас прошли встречи, сходы с жильцами и обсуждения состоялись в ДТП. Теперь ждем результата, что нам удастся. Ну понятно, что без каких-то сложных вопросов не обходилось, потому что вот сейчас у нас ситуация в благоустройстве в Бирюзовой роще. Там есть вопросы, с проектировщиками уже встреча была, с жителями уже встречи начались, обсуждения. Конечно же, те два этапа, которые прошли, они, Евгений Петрович все время поднимают тему, это площадка, которая въездная, стартовая городок, так сказать, который пострадал. Ну теперь, я думаю, что все-таки при проведении третьего этапа будут учтены те предложения и замечания по благоустройству территории Бирюзовой рощи. Здесь в 2023 году по благоустройству еще выполнено ремонт 11 дворовых территорий в многих тортидных домах. На эти работы было потрачено в год на 45 миллионов рублей. И при проведении мероприятий, контрольных, не знаю, как их можно еще назвать, когда мы с вами выезжали и объезжали эти дворовые территории на разных этапах. Где-то было уже завершение работы, где-то еще были текущие работы. И там мы с вами отметили, что недостаточно все-таки согласован с жителями перечень работ, проводимых в рамках благоустройства дворовых территорий. То есть жители выходили и говорили, что не эту дорожку, а ту надо было, не здесь асфальт больше, а туда. Помните все, мы когда с вами выезжали. И поэтому мы сегодня, Александр Владимирович, он помнит об этом, что сейчас уже у нас определены те дворовые территории, где будут. Нам нужно сейчас выходить в МГД и разговаривать с жителем и все-таки этот план, схему уточнять более тщательно. Вот, Елена Александровна, помните, женщин, которые говорили, ну что ж такое, что же, почему вот не в этом месте, а в том... Он сейчас ушел? Да, а с нами-то он тогда был, конечно, вместе. Ну и продолжаю, заканчивая работу о благоустройстве, хочу сказать, что депутаты активно включались непосредственно нас сами в работу по проведению уборки территории, благоустройстве. Мы вместе с вами и садили деревья, и убирали территории, и в дальнейшем по благоустройству мероприятия по участвованию. Ну и теперь перехожу к следующему разделу. Следующий раздел — это противодействие, вернее, в целях совершенствия правотворческой деятельности городского совета. В части экспертизы проекта в решении ведется взаимодействие с прокуратурой города Назарова, а также с органами законодательной и исполнительной власти Красноярского края. Все проекты нормативных актов проходят обязательное согласование с прокурором, а также с подразделениями администрации города. Поступившие представления прокурора учитываются всегда еще в процессе подготовки вопросов к рассмотрению. За отчетный период в городской совет депутатов поступило три протеста прокурора на решение Назарова-городского совета, четыре замечания прокурора. Все протесты, замечания угла избавлены. Кроме того, поступило 11 информационных писем о рассмотрении проектов решения. Все проекты решений утверждены. Протесты на решениях, в которых выявлены коррупционные факторы, в отчетном периоде не поступали. Срок до 30 апреля все депутаты, выполняющие свои обязанности на непостоянной основе представили губернатору специально упрощенное удовлетворение по установленной форме. Ну и дальше хотелось бы буквально быстренько рассказать о количестве проведенных заседаний и сессий. В 2023 году проведено 7 очередных заседаний, 6 внеочередных, рассмотрено 53 вопроса, ну и, соответственно, принято 53 решения. По профильным комиссиям за 2023 год состоялось у нас 32 заседания и рассмотрено 137 вопросов. Там далее вы увидите в таблице по каждому из комиссий сколько рассмотрено вопросов, сколько проведено заседаний. Для подготовки предварительного рассмотрения вопросов, выносимых на постоянную комиссию, Совет проводил и рабочие совещания, и по некоторым вопросам состоялись публичные сочинения. Рассмотрели 17 программ, внесенных в бюджет. Ну и по бюджету 2024 года мы говорили о том, что в 2023 году нам всего в 9 программ удалось внести дополнительные финансовые средства. Я говорю сейчас о 10 миллионах, которые вот разбиты по программам, не буду их перечислять. Это было все в 2023 году. У вас отчет у всех имеется, он будет у нас и на сайте опубликован, я думаю, все, кто детально хотел бы познакомиться с теми мероприятиями и суммами, которые были в 2023 году из приоритетного перечня реализованы. Ну, как я уже отметила, что то, что не реализовано, вошло в приоритетный перечень 2024 года. Хочу отметить, что еще раз, что благодаря настойчивости депутатов в 2024 году мы все-таки задействовали правовой механизм, то есть разработали МПА, который позволит реализовать инициативное бюджетирование. Ну и дальше хотелось бы рассмотреть двух вопросов, связанных с осуществлением контроля депутатами над предпринимаемыми решениями. С этой целью мы с вами в течение 2023 года рассматривали квартальные отчеты и отчеты в исполнении бюджета за 2022 год. Мы рассматривали с вами результаты семи проверок, проведенных в контрольно-счетной палате. Здесь подробнее остановится председатель. Мы рассматривали с вами отчеты о деятельности отделов и информацию о ходе реализации программ. Кроме этого, мы совместно с администрацией города выезжали на встречи с гражданами, на сходы по разным вопросам. Вопросы подтопления у нас были, вопросы ЖКХ, благоустройства, ну и те традиционные вопросы освещения, мусор и состояние дорог. Значит, как я говорила, что мы контролировали реализацию программы переселения граждан, и она продолжает, остается на контроле в 2024 году. Социальная сфера, понятно, что большая часть бюджета это направлена на функционирование социальной сферы. Здесь мы с вами очень внимательно изучали финансирование и выполнение предписаний учреждения социальной сферы. Кроме этого, рассматривали, каким образом происходит занятия в домообразовании, как работают советники по воспитательной работе. Кроме этого, рекомендовали рассмотреть вариант обустройства площадок для занятия спортом в отдаленных районах города. И отмечу, что в этом году будет обустроена площадка в районе филиала школы номер 3. То есть, это то, как раз, о чем мы с вами говорили. Также мы внесли предложение, но Светлана Владимировна сказала, что это предложение будет у них уже реализовываться. Это по разработке однодневных туристических маршрутов. Помните, как долго на комиссиях обсуждали реализацию программы туризма в городе Назарова. Я напоминаю о туристическом маршруте Курган-Клеменса. Ислана Владимировна сказала, что он уже будет в этом году действовать. Также мы с вами говорили о том, что необходимо при разработке проекта по трудовым отрядам привлечь компанию Сибаагра. Большая компания на территории. У нас компания СОЭК участвует в этом. Хотелось бы, чтобы Сибаагра тоже могла бы предоставить оплату для рабочих мест у наших ребятишек. Много вопросов мы с вами тогда жарко обсуждали. Реализацию проекта Назарова молодежная столица. По мнению депутатов тогда мы говорили, что с этим проектом должно было многое измениться. Большие надежды были, пока у нас этот проект состоялся в такой несколько узкой направленности и, на наш взгляд, с небольшим оплатом числа участников. Мы тогда рекомендовали администрации города, отделу спорта молодежной политики, чтобы провести мониторинг, проанализировать участие молодежи в проводивших мероприятиях, пересмотреть формы построения вообще диалога с молодежью, ну и усилить информирование, активность в соцсетях, надо сказать, что появился собственный канал в соцсетях, но его активности и участие в них молодежи, ну вот такое пока еще недостаточное, мне кажется, большое. Далее мы рекомендовали там буквально по мероприятиям, по дню здоровья, просили его перенести и просили возможность рассмотреть дополнительные площадки для студентов. Ну и вообще, собственно говоря, говорили о том, что нужно менять подходы и активизировать все-таки работу в этом направлении, ну прям кардинально. В свою очередь депутаты готовы взаимодействовать с молодежью и в части совместных мероприятий, в части развития включенности молодежи в вопросов местного самоуправления. Рассматривали на комиссии создание книги памяти в городе Назарова, понимая, что это большой вклад в сохранение памяти о наших земляках. И в каждой семье бесспорно есть все то, что связано с войной, и это особая страница. Мы тогда поняли, что средств на издание первого тома было недостаточно и включились в эту работу по сбору дополнительных средств и внесения собственных средств на издание этой книги. Далее на комиссиях также жарко мы рассматривали информацию по поддержке семьи СВО. Мы поднимали тему, связанную с оказанием помощи семьям бойцам ЧВК. Помните, тогда на начало года они были, статус их был еще не определен. Таким образом, мы вот написали мы запросы, но уже 27 октября принят был закон, вносящий изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Статус добровольцев приравнялся к статусу военнослужащих. И гарантии социальные все, соответственно, стали им более доступны. Согласовывали мы безвозмездную передачу автомобиля из муниципальной собственности, поддерживали ходатайство о награждении нашего земляка Романа Зубарева за медалью спасения утопающего. Надо сказать, что депутаты активно включались во все мероприятия по сбору, по отправке, коммунитарной помощи, по изготовлению окопных свечей, маскировочных сетей, печей, по сбору денежных средств на технические устройства. Ну, хочу сказать, что депутат городского сайта Родок Павел 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 Петрович ездил, сопровождал груз с гуманитарной помощью на территории проведения специально военной операции. И я сегодня хочу поблагодарить депутатов, администрацию И, конечно же, хочу сказать огромное спасибо жителям города Назарова, тем, кто сегодня помогает, принимает участие. Мы, когда находимся рядом с ними, то ли когда плюем свечи окопные, то ли когда плетем свете, мы видим, с какой душой, с каким чистым сердцем люди хотят помогать. И таких людей в городе Назарова очень много. Большое им спасибо. Конечно же, мы включаемся в помощь, в поддержке семей, чьи отцы, сыны находятся на спецоперации. Ну и дальше, говоря, если о контроле, мы с вами контролировали состояние контейнеров площадок, много выезжали, рассмотрели тогда, проехали 11 площадок, говорили о том, что состояние их плохое. Все переполнены, территория вокруг них всегда грязная. И представителя рекомператора приглашали сюда. И пробовали тогда, предлагали, что, а может быть, уборку контейнерных площадок нужно нести изменения в договоры. И попробовать посотрудничать с управляющими компаниями вблизи домов, расположенных площадок. На сегодняшний день Александр Владимирович сказал, что они такой опыт в течение 2024 года будут проводить. То есть, те денежные средства, которые платили рекомператору за уборку контейнерных площадок, сейчас, я так понимаю, будут направлены управляющим компаниям, для того, чтобы они попробовали последить за порядком. Уже, может быть, это будет более лучший результат. Мы предлагали обустроить контейнерную площадку в районе дома 36А по улице 36А и по улице Коминкерна. Ну вот, пока у нас не получилось обустроить. 36-й обустроили, а возле прокуратуры нет. Это Елена Александровна инициирует все время, что необходимо там. Но пока что-то с размерами не укладывается, с санитарными нормами не укладывается. Вы выезжали, Елена Александровна, я так поняла. Прокуратура выйдет туда еще. Ну, в рамках повторного контроля, я уже говорила, мы рассматривали график выполнения работ по восстановлению участков, где проводились земельные работы. Я уже об этом сказала выше. Ну, по нашему долгому консессионному соглашению, также на комиссии вопрос мы задавали, рассматривали его. Нам сообщили, что консессионное соглашение на сегодняшний день еще не подписано, не заключено. Не подписано оно третьей стороной правительства Машнерского края. Потому что поступили замечания, которые сейчас отрабатывает администрация города, проводят совещания, работают, взаимодействуют с правительством. Но пока третьей стороной не подписано. В отношении объектов теплоснабжения, электросетевого хозяйства, консессионное соглашение заключено. На контроле у депутата в 23-м году стоял вопрос, касающийся содержания общественных пространств. Мы отмечали с вами сквер яблочный. Говорили о светильниках, о сцене. В связи с этим предложили закладывать средства на содержание не в общем объеме, а конкретно финансово на каждый отдельно взятый объект. Отмечу, что предложения депутатов были услышаны. При заключении контрактов по обслуживанию общественных пространств в 24-м году учтены. И выполнение работ по каждому скверу мы видим в контракте отдельно. То есть мероприятия, виды работ и денежные средства. Ну и конечно же в 24-м году мы продолжим в этом направлении проводить контрольные мероприятия. Понятно, что остаются для нас в 24-м году актуальные вопросы. Это утверждение комплексного плана по улучшению атмосферного воздуха в городе. Глагоустройство городских территорий. Ликвидация свалок. Я уже говорила. Обслуживание площадок Теклово. Разработка плана по восстановлению освещения. Ну и ремонт дорог, конечно же. Куда без них обслуживание дорог. Большое количество мероприятий депутаты посещали в течение года. Участвовали в них. Ну вот буквально просто фотоотчеты. Эти мероприятия и Сады Победы, День пожилого человека, День народного единства, День матери, День рождения города. Это поддержали активно мы очень много в спортивных мероприятиях участвовали. Поддержали всероссийскую акцию «Будь здоров», «Ложня Россия», «Фестиваль ЗОЖ». Стали участниками краевых инклюзивных игр. С Юрием Геннадьевичем получили по медали на этих играх. В общем, вот так в течение года спортивные мероприятия активно посещали. Ну и мероприятия с участием жителей. Это, помните, День улицы для жителей посолка Горня. Ну и в дальнейшем мы, конечно же, будем сопровождать выполнение решений Городского совета в части контроля, в части внесения предложений по реализации муниципальных программ. По работе с населением у нас остается приоритетно. Это работа формы у нас с вами. Разная работа с населением. Хочу сказать, что за 2023 год поступило 10 письменных, 27 устных обращений граждан. Сделано 23 депутатских запроса на самая разная тема. Обращения граждан поступали непосредственно к депутатам. То есть здесь указаны обращения, которые прошли регистрацию через городской совет. Но те обращения, которые поступали к депутатам, окружникам или списочникам на сегодняшний день, это очень большое количество. Каждый депутат сообщил о таких обращениях и каждый депутат в течение всего 2023 года работал с этими обращениями. Я уже не раз называла, будь то это дороги или другие обращения, связанные были с подоплением, связанные с капитальным ремонтом и другие. Не буду сейчас к ним возвращаться. То есть все те вопросы, которые поднимали депутаты, они касались и связаны были именно с обращениями граждан. Ну и на сегодняшний день у нас преобладают, конечно, обращения от граждан пожилого возраста, многодетных граждан, граждан пострадавших при различных таких чрезвычайных ситуациях. Ну и все эти обращения, они поступали, лежат в плоскости как раз вопросов жилищно-коммунального хозяйства. И уже не первый год, надо сказать, что преобладают в основном эти вопросы. Ну еще хочу напомнить, мы рассматривали здесь, на комиссии, о величине тарифа на тепловую энергию, нам приходил житель города, говорил об этом. Мы направили, конечно же, запросы, рассматривали эти, но получили ответ с разъяснениями, что утвержденные тарифы на теплоснабжение являются экономически обоснованными. Встречались мы с вами, приглашали нашу общественную организацию «Четыре лапы», помните, обсуждали вопросы. Но этот вопрос у нас пока никак не решается, только в той части, что мы можем оказывать помощь этой общественной организации. И уже не единожды оказывали помощь, и будем продолжать оказывать. Но вот там ряд вопросов, которые требуют, ну вот такого тоже очень срочного решения. Но пока правовый механизм, к сожалению, не найден. Мы с вами рассматривали на заседаниях обращение председателя общества СИП. И говорили тогда об отсутствии пригородного автобуса до города Ачинска. И тогда вопрос этот был решен, уже маршрут действует. Также мы отмечаем хорошую работу администрации в этой части, что услышаны были наказы избирателей, и часы в поселке Борг установлены электронные. Я помню, что для Леонида Бравнича это было прям очень важно, чтобы часы появились. Он считает, что это прям для них теперь радостно ходить и смотреть время температуру. Поэтому, значит, что-то можем выполнить, что-то не можем. Ну вот так, среди нерешенных вопросов остался вопрос, который обратились к нам. Лена Филипповна Кочнева и Ивана Шкина Юрия Филипповича. Мы говорили о том, что необходимо, чтобы аллея трудовой-годовой славы появилась, что нужно разрабатывать концепцию по вековечиванию. Пока это остается задачей 2024 года. Ну и надо сказать, что большое количество обращений, которые поступают, они зачастую устные, телефонные, электронные, приличные встречи, на сходе. То есть вот на сегодняшний день письменного такого обращения у нас не так много. Но устных обращений и решения вопросов их достаточно большое количество в 2023 году состоялось. И надо сказать здесь, отметить большое спасибо администрации города, потому что, конечно, все обращения, все вопросы, они, как правило, финансово затратны, очень емкие. Но какие-то промежуточные этапы, промежуточные решения и включение этого вопроса в перспективный план, оно обязательно состоится. То есть не остается вопрос неотвеченным. И здесь надо сказать, что хочу поблагодарить не только администрацию, еще хочу поблагодарить депутатов законодательного собрания Красноярского края, Далину Владимировну Ампилогову и Туманина Алексея Сергеевича, потому что часть вопросов мы адресуем им, и с их участием, с их возможностью в хорошем смысле лоббировать интересы территории мы решаем. Ну, городской совет выстраивает свое взаимодействие, как я уже сказала, с законодательной правовой властью, исполнительной, учреждениями, общественными организациями городского пространства, взаимодействуем с коллегами законодательного собрания, участвуем в работе секций, советов, семинарах, активно работаем с ветеранским сообществом, и с некоммерческими организациями. Также депутаты работают в комиссиях городских, в общественных советах, ну и в городских мероприятиях, как я уже говорила, очень-очень много мы участвуем. Сегодня я говорила о том, что мы поддержали хоратайство награждения нашего земляка, кроме этого хочу отметить, что городской совет еще и благодарит назаровцев в связи с профессиональными праздниками, в связи с Днем города, другими мероприятиями. И в течение года было вручено 98 благодарственных писем и 97 почетных грамот городского совета. В 2024 году мы в дальнейшем будем работать на различными документами, связанными, нормативными правовыми актами, связанными с жизнедеятельностью города. Нам уже третий год генеральный план, мы ждем, когда мы его будем вот здесь вот обсуждать. Но по-прежнему перспективный план работы внесен вопрос о подтверждении генерального плана города. Надеемся, что вопрос не сами решен, и уже мы все-таки сможем рассматривать. Ну, конечно же, те текущие вопросы, связанные с внесением изменений в связи с изменением законодательства федерального, праведного, естественно, будем контролировать бюджет и будем принимать участие в реализации тех мероприятий, наших программ. С особым вниманием депутаты относятся к вопросам поддержки семей и помощи нашим бойцам. Ну и, конечно же, вопросы экологии, темографии, семьи, поскольку этот год объявлен годом семьи, и как раз у нас есть повод поговорить и о демографии, и о семье. Перспективный план работы комиссии по соцвопросам этот вопрос внесен, по-моему, на апрель месяц. Мы хотели бы его рассмотреть. Ну и другие, конечно же, в этом году масштабные капитальные ремонты предстоят в городе. Это в школе номер 3, школе номер 11, реализация тех проектов по благоустройству, дорожные работы, дворовые территории. Ну то есть все то, что сейчас просвучало в отчете, по сути дела, это будет продолжаться в 2024 году. Ну и хочу сказать, что настоящий отчет свидетельствует о том, что Назаровский городской совет депутатов успешно реализует полномочия, возложенные законодательством на представительный орган местного самоуправления. Он отражает наше с вами качественное взаимодействие как внутри совета, так и с исполнительной властью. И, конечно же, вся наша деятельность депутатская направлена и нацелена на выполнение тех задач, которые обеспечивают стабильность, жизнедеятельность города, ну и повышение качества жизни и решение тех вопросов, которые нам сегодня задает население. Я с отчетом закончила, готова выслушать предложение по работе...